На Донбассе сегодня ранили одного украинского военного. С начала суток боевики открывали огонь четыре раза возле Горловки, Донецка и Мариуполя. Стреляли из гранатомётов, пулемётов и стрелкового оружия. Все подробности от Геннадия Вивденко. Летать не могу сюда. Крупнокалиберная работа. На соседней позиции противник открыл огонь, увидев, как с нашей стороны сооружают укрытие. Это кулемет, с их стороны. Не дать хлопцам заниматься окопными работами, ну, креплять позиции. Очень тяжелая земля. Каменьцы. Грунт здесь особенно сложный. Вот такой каменистый сланец, камень. Вгрызаться здесь буквально в землю особенно тяжело. Это самая основная проблема сейчас украинских воинов здесь на Светлодарской дуге. Такой вот ландшафт местности под оккупированным Дебальцево. До него отсюда 15 километров. Почва – сплошной камень. Из него брустверит траншей. Им же и набивают мешки для прикрытия от пули осколков. Гомик, лопата и подрывы. Тоже делают и оккупанты с той стороны. Окопаются очень быстро. Очень быстро окопаются до нас. Может, что-то готовят, я там не знаю. Но так-то провокации очень часто. По сланцевым траншеям приходится передвигаться с особой бдительностью. Быстро. И на присядке. Да, пострелить постоянно был. То снайпер работает. Тут недалеко. То СПГ прилетает. На неделю отратных трудов освобожден Ахмед из Судана. Он сегодня уезжает в отпуск в уже родную Полтаву. Там 10 лет назад женился на украинке. Двое детей. Контрактник защищает новую родину в рядах вооруженных сил Украины. Знаю, что делаю. Какой выбор я выбираю. Для себя и для моей семьи. Защищать, конечно, их надо. И такая судьба нам. Воевать пока будет мир. Пока в фортификационных работах на этой позиции перерыв. Солнце раскалило каменистую почву. Как в родном для Ахмеда Судане. Так что у парней на передовой есть время почистить оружие. Геннадий Вивденко, Дмитрий Раскольников, Анатолий Воробей. Подробности из Донецкой области.